Физкульт привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет! Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание, заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диэс и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAK Fitness. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. Друзья, сегодняшнее видео будет, даже не знаю, как это сказать, вот хочу взять консультацию, совет у Стефана. Потому что вы все прекрасно знаете, что я вам постоянно говорю, что силовая работа, она лучше, чем кардио работа. Во всех смыслах. В смыслах оздоровления, в смыслах похудения. Но недавно на одном канале, я не буду говорить на каком, из-за уважения, потому что уважаю всех, кто что-то делает в данном виде спорта. Вышло видео, где как раз таки один профессор тоже с веселой науки рассказывает, что кардио работа лучше, чем силовая. И преподносит это следующим образом, что если вам инструктор, тренер говорит, что вы пришли вот худеть, и вам нужно учиться приседать, учиться делать физические упражнения, то это вообще не инструктор. Нужно делать кардио. Аргументирует он это следующим образом, что если вы поработаете на велотренажере час, вы сожжете чуть ли на 200 калорий больше, чем во время той же силовой работы за час. Но перед тем, как Стефан начнет отвечать, я вам тоже коротко скажу, неправильно так думать и подходить к этому вопросу. Почему? Простыми словами, силовая работа, она является анаболической работой. Другими словами, что она выбрасывает анаболические гормоны в кровь. И тот стресс, полезный положительный стресс, который вы получите после работы, он длится еще как минимум часов 12. Кардио, по своей сути, это катаболизм. Он разрушает ваши мышцы, если вы не делаете силовую работу, если вы еще сидите на диете. И он сжигает калории только в момент выполнения работы. И говорить в контексте, что кардио лучше, чем силовая работа, это либо желание хайпануть, либо полная безграмотность. Стефан, проконсультируй, пожалуйста, расскажи, как вот есть на самом деле. Здравствуйте всем, и, конечно, с удовольствием работаем здесь, в канале. И это вопрос интересный, но затем надо узнать два момента. Кардио, это хорошо, если ты хочешь работать на выносливость. Силовая подготовка, если ты хочешь работать на силу, да, это то и другое. Но затем, кто хочет похудеть, надо либо делать кардио, либо сделать силовая подготовка. Но все равно это тренировка плюс питание, плюс диета. Поэтому, если человек должен потребовать 2000 калорий в день, если он тратит 500 калорий, либо за счет кардио, либо за счет силовая подготовка, за неделю он будет примерно худеть один паундов, половина килограмм от жири, пол килограмма от жири, за неделю он будет похудеть. А как это сделать? Можно сделать только за кардио, только за силовая подготовка, либо более умно, чуть от упражнения, чуть съесть поменьше, кушать меньше. Питание в первую очередь, конечно. Питание и тренировки, да. Поэтому, когда человек просто сделал кардио, это неправильно, потому что, что мы должны узнать? Правильно питаться. А если человек уже питается хорошо, уже знает, и сделал примерно где-то 4-5 маленькие приемы пищи, и тогда уже у него все в порядке. Не съедай много сладков, либо жири, и тогда уже может относиться к тренировке. А тогда... Но мы немножечко о другом говорим. Смотри, мы сейчас подразумеваем, что человек, естественно, будет правильно питаться. И питание убираем в сторону. Все. Вот если вы, я утверждаю, если вы будете делать при дефиците калорий только кардио, преимущественно кардио, и не будете вообще выполнять силовой работы на мышце, то вы будете худеть преимущественно за счет потери мышечной массы. И то, и другое. Но теперь что происходит? Если человек сделать только кардио, что будет произойти? Он будет худеть, конечно, имеет затрату энергии, калорий, но затем мышцы обычно тоже могут усыхать. Потому что идет, как Егор сказал, немного откатаболистический процесс, процесс катаболизм. Если идет катаболизм, мышцы, тем более, если ты сделаешь кардио, как кардио обычно делают, либо на третьбоне, либо на велоэргометре. Или бегают по дорожке. Бегают по дорожке. Это работа только нижней, нижней части от нашего тела, только нога. А все вены, часть не работает. Тогда мышца сухая будет сразу снизить. Это плохо. Это что происходит? Что может случиться? Человек может и снизить его метаболизм. Сколько калорий. Вот что важно. Сколько калорий. Кардио снижает ваш метаболизм. Замедляет его. А силовая работа, наоборот, раскручивает его. Силовая раскручивает. Почему? Потому что не только, когда ты сделаешь кардио-тренировку, если затратить во время тренировки, это хорошо. Это, конечно, чуть больше, чем силовая подготовка. Но затем прекратил примерно все. Идет какой-то восстановительный процесс, но меньше, чем силовые. Силовые можно длиться до трех дней, даже больше. 12 часов точно идет больше. Но это до трех дней метаболизма. Раскручивается. Раскручивается, да. А кардио, наоборот, замедлит эти процессы. Не, на долгое время не замедлится. Но в коротком вообще ничего не происходит. Но затем силовая уже будет, конечно, увеличивать этот метаболизм на трех дней. Не только это. Если говорим теперь о здоровье человека, тогда, когда сделают напряжение с силовыми упражнениями, тогда гормоны выделяют за счет стресса. Положительные гормоны. И тогда положительные гормоны. Очень много положительных гормонов. И тоже помогает для липолиза. Потому что у нас есть анаболический гормон, как тестостерон, гормон роста. И тоже есть адреналин, норадреналин. Они тоже помогают за липолизой. Участвуют в процессе. Это сжигать жири. Поэтому силовая подготовка очень хорошо. Но это не означает, мы не хотим сказать, что нельзя сделать кардио. Нет, конечно, нет. Человек должен сделать силовыми упражнениями и чуть кардио. Если у него нет времени, тогда силовыми упражнениями лючь. Если человек хочет выбирать. Либо только кардио, либо силовая подготовка, тогда выбирай силовую подготовку. Ты давал мне вот читать книги Виктора Николаевича Силуянова. И я там прочитал, что если вы после силовой работы делаете кардио работу, вы перечеркиваете полезность силовой работы. Да. Теперь главный момент. А если ты хочешь сделать то и другое, есть последовательность. Если ты не следуешь, то это будет хуже. Хуже. Очень плохо. Почему? Потому что все эти стрессы, которые сделаны, все это анаболизм, выделяют все это гормоны. А что означает? Тоже у нас идет снижение концентрации гликогена в мышцах. Тогда уже гликоген поменьше. Если ты сделаешь кардио, тем более на длинной дистанции, без гликогена, все эти гормоны, которые выделяли, будут метаболизированы. Это означает, что они будут утилизированы, будут исчезнут. Исчезнут. Будут исчезать. И поэтому это очень нехорошо. Можно сделать. Человек не умеет время. Не имеет время, чтобы сделать и то, и другое. Тогда можно чуть-чуть кардио. В начале тренировка. Как разминочка, да? Полезная. Даже 15 минут нормально. И можно где-то 40 минут, 45 минут силовая подготовка. Всегда запомни, что именно для обученных людей не хочет, чтобы тренировка была больше часа, полтора часа. Потому что уже идет много времени на стресс. И может потом начинать больше катаболизм, чем анаболизм. И мы хотим всегда больше анаболизм создать, чем катаболизм. Поэтому еще очень немаловажно понимать, что силовая работа она позволяет вам как минимум сохранять ваши мышцы, которые у вас есть. Если вы грамотно тренируетесь, как мы рекомендуем, как вот Стефан показывал, вы их еще и увеличиваете. А в плане похудения именно за счет жиров, чем больше у вас мышц, тем лучше и дольше сжигаются жиры. Просто спроси либо посмотреть любой культурист, они съедают 5-6 тысяч калорий, потому что столько много масса, и они должны кушать постоянно, каждые 2-3 часа, и достаточно большой. Потому что, если нет, тогда мышцы потеряют, потому что метаболизм очень-очень быстрый. Профессиональные бодибилдеры говорят, если он пропустил один прием пищи, который на Олимпе выступает, то буквально за сутки у него 2 килограмма мышц очень быстро. Потому что метаболизм такой быстрый. Но мы не будем говорить, мы понимаем, что люди используют определенные средства фармакологические, мы говорим все-таки о людях, которые тренируются натурально. Так вот, для натурала запомните, если вы делаете после силовой работы кардио, вы себе мешаете как минимум. Это плохо. Это плохо. Нехорошо. Люди вариантов сделаны отдельно. У вас нет времени. Кардио в начале заканчивается силовыми подготовками. можно сделать 5-7 минут кардио как заминку на футаун. Это конечно. Можно чуть-чуть кардио в конце. Это нормально. Тоже есть затраты энергии. Это можно помогать. самое главное, если работать у любителей, три раза в с гантелями, два раза кардио. Пять раз в неделю достаточно. более, что кардио человек может делать сам дома. Обязательно. Это как у меня свои ученики. Я просто пишу программу, я не сам делаю кардио. Кардио не надо мне с ними просто посмотреть скорость. Я напишу, а уже с гантелем надо страховка. Надо посмотреть. очень много деталей. А когда уже идет на хит-тренинг с высокой интенсивностью, кардио, тогда мы должны быть вместе, потому что там можно несколько случаев прозойти, поэтому мы должны посмотреть аккуратно, чистота, среди сокращений и так далее. Но если обычно просто для похудения, нормально. Так что, друзья, не забывайте, что силовая работа, она стоит на первом месте, потому что возрастные ограничения, когда мы становимся старше, мышцы физиологически теряют свои и не мышцы, а кости и потеряют крепость костей. Это очень важно. И тогда только кардио не помогает. очень хуже. И поэтому если человек больше 60 лет либо женщин уже в менопаузе после 50, они должны сделать силовым упражнением. И зато силовое в этом случае будет идеален. Прекрасно. Так что, друзья, если вы персональный тренер и даете тренировки на силовую нагрузку, то вы поступаете правильно. Спасибо, Стефан. Давай. Увидимся в следующий раз, друзья. Обязательно ставьте лайк, пишите вопросы, которые вы хотели бы, чтобы Стефан озвучил в следующих видеороликах. Пишите под любым видео, где мы со Стефаном отвечаем на ваши вопросы, и мы обязательно его затронем в одном из следующих роликов. Делитесь данными роликами в своих соцсетях, и будет всем нам счастье и позитив. Пока. Давай. Стефаном . Стефаном отец. Субтитры создавал DimaTorzok